Ваши взаимоотношения, переписка по поводу свадьбы или по поводу вычисленного оформления. Посмотрите, если он за это время, что прошло, пока мы общались, допустим, вам перевел платеж в вашу пользу, сделал финансовую, деньги перевел или, я не знаю, открытку слал, и вам он возьмет либо с интернет-банкинга распечатает, что в вашу пользу что-то отправил. В Western Union там сейчас тоже так вот как и чисто через распечатку можно. Либо вот эту квитанцию, отправки на ваше имя денег, он берет, сделает все ракопию и сюда прикладывает. Сделайте, пускай это будет. Важнее было бы, знаете что, чтобы вот у него с его выписки, он взял выписку и сделал, потому что если бы вы знали заранее, он бы ездил везде, он бы не наличку через банкомат снимал, он бы просто старался картой платить везде, где вы там что-то там. Купил вам цветы, раз, заплатил, купил там платье, еще что-то, купил бы и заплатил. И мы бы потом выписки это все собрали, распечатали и все. Понимаете? В ресторан пошли отдыхать, билеты совместные, театр, кино или еще что-то. Он бы карточкой поплатил, было бы проще. Взял бы просто одну выписку и все. Но сейчас, хотя бы сейчас, посмотрите, он может вам какой-то подарок выписать с карточкой. Может быть что-то там, с карточкой купить подарок, чисто женский, да, и взять потом выписку. Я купил тебе вот подарок на Новый год, я тебе его почту отправлю. И возьмете, он проплатит, выписку точнее возьмет, ну или скриншот можно без интернет-банки сделать, да, сюда тоже приложить. Потом, когда еще возьмет этот подарок, этот отправит или сразу пишет на eBay, допустим, покупает вам подарок. И пишет адрес, допустим, доставки, и сразу вам, может быть. Он может взять скриншот этого подарка. Писать, что я тебе вот оплатил, тебе придет такая-то вещь, женская как бы вещь, да. Чего-то легко можно сказать, что это женская вещь. Плюс, он вам пишет в Viber, в WhatsApp, в Skype или на почту. Дорогая, я тебе на Новый год пил подарок. Такой-то, или мой сервис, то есть, или такой-то, такое-то описание, да, краткое его. Написал это письмо, вы его, оп, это письмо распечатали. И сюда тоже, раз, приложили. Чем больше вот эти вот мелочи, тем лучше показывающих, ну, поддержание отношений. Пример, вы с ним обсуждали свои будущие кланы. То есть, когда я приеду, где будем жить? Он пишет, что я вот думаю, что нам нужно снять вот там, в какой-то, в каком-то городе жилье. Или я там, типа, вот, уже ищу, какой бы ты хотел район, где мы будем жить. Ну, такого плана. Обсуждение каких-то вещей, какой бы нам купить кровати, какой бы нам купить холодильник, когда ты приедешь. Вы уже на будущем можете, как бы, в основном говоря, эти все вещи обсуждать, да. В каком районе будем жить, в каком городе. И вот эту переписку с обсуждением вот этих всех вещей, планов, когда вы приедете, что вы как бы будете обустраивать, да. Там, я хочу посудомоечную машину, я не хочу. То есть, письма, что в Viber, что во всех этих массах. Вы просто скриншотите, распечатываете и тоже сюда. Ну, там ограничений вообще нет, рекомендаций как бы нет. Другое дело, что таких листов, вот как с фотографиями, например, если мы на 4, там их получится 8-12. То есть, по 2 либо 3 листа. Много, не надо, смысла нет. Точно так же и по переписке. Главное показать содержание, что оно есть, сообщение. Какие-то еще другие письма, вот вы переписываетесь, только они должны более-менее содержать на обсуждение чего-то, там, оформление той же визы, обсуждение его планов по его приезду сюда. Я купил там билет, кстати. Раз он собирается сюда, если, допустим, он уже билеты забронировал, то можно сюда эти билеты, чтобы собирается приехать. Понимаете? Потому что вот эти все отношения, они как раз и подтверждают ваши, ну, вот эти документы, эти действия, они подтверждают ваши отношения. Обсуждение его приезда, обсуждение каких-то финансовых моментов. Поэтому сделайте, если даже чего-то пока не было, и сюда доложите. У него три...